Здарова народ с вами Варчик в этом видео поговорим про битву блогеров и Амвэя с Корбином, которые будут участвовать в битве блогеров в одной команде. В этот раз битва блогеров командная и будут участвовать в ней по двое. Двое блогеров будут объединяться и участвовать как одна команда. Я один раз отвечу на этот вопрос, вы очень часто спрашиваете про это и про блогеров и про Амвэя с Корбином и больше отвечать на это не буду. Это одно такое видео и все. Чтобы по 200 раз одно и то же не говорить. Каждому, который заходит на стрим и спрашивает одно и то же, таких в последнее время очень много, поскольку Корбин с Амвэем сделали довольно-таки громкую шумиху, хайп подняли на этом всем, движуха нереальная, поэтому вопросов много. Начну с Амвэя и Корбина. Как они могли объединиться в одну команду? Казалось бы, это нереально. Мне пришлось подготовиться, немного поизучать этот вопрос, для того, чтобы быть в теме и не вешать лапшу на уши своим зрителям. Именно для них, для своих зрителей, для вас. Все это я и делаю, этот видос. Потому что не хочу, чтобы вы были введены в заблуждение. Сейчас очень много всякой фигни вокруг этого крутится. И вы и у меня спрашиваете, но я толком ничего не отвечал. Поэтому вы можете неправильно понять эту ситуацию. В прошлой битве блогеров уже было очевидно, кто выиграет. Никакого особенно азарта, никакой особенно схватки между блогерами не было. Все было очевидно, кто выиграет и все. Основная заруба была внизу, между последним, четвертым и третьим местом. Там у нас был Амвэй и Корбин. И между ними была лютая заруба. При этом они относились с уважением друг к другу. Именно блогер к блогеру. Именно на этой битве блогеров. У них реально там была битва блогеров. В отличии от того, кто выиграл, там было все понятно и не особо интересно. Этим блогерам понравилось соревноваться между собой. И единственный негатив, который они высказывали, это на людей из противоположной команды, которые были не особо адекватны и творили дичь. Но такое ощущение, что многие люди не заметили того, что там происходило. И казалось бы, как могут быть в одной команде Корбин и Амвэй? Абсолютно две противоположности. Тем более, что Корбин смешивает с дерьмищем кого попало, всех кого угодно. И Амвэй в том числе якобы давно смешивал с грязью, поливал говном. Но все это очевидно, что Корбин просто цеплял всех блогеров для того, чтобы о нем везде говорили и раскручиваться очень быстро, хайпится на остальных каналах. Поэтому он и добился того, чего добился. Участвует в битве блогеров. Для него это уже победа. У него развивается канал. Он уже довольно-таки крупный. И он идет дальше. Даже замутил такую вот коллаборацию с Амвэем. С одним из самых крупных каналов по World of Tanks. То есть победа за победой у Корбина идут. И для этого ему пришлось вести себя как свинья. Но в некоторых моментах Корбин довольно-таки адекватно все расценивает, все рассказывает, все нормально. А в некоторых же моментах он просто там орет как бешеный. Хоронит мамок разработчиков и так далее. Некоторые люди в принципе из-за этого его и не любят и не смотрят. Поэтому это две противоположности. Амвэй, который даже не матерится, спокойно, четко, красиво ведет. Стрим свой там, канал, видосики и так далее. И Корбин, который абсолютно противоположный. Так что на самом деле Корбин это тот еще шоумен. И понять, где он там настоящий, где ненастоящий. Насколько он играет или не играет, непонятно. То же самое, что и Амвэй. Да и все блогеры вместе взятые. Это давно уже какое-то шоу. Дом 2 или Игра престолов сериал. Черт и что там творится. Все друг с другом уже пересосались, перехуйсосились и так далее. Но в целом это было очевидно, что они вместе будут в одной команде. Поскольку аудитории Амвея и Корбина даже понравилось соревноваться друг с другом. И они с уважением относились друг к другу. И Амвэй, и Корбин, и их аудитория. Конечно были и дурачки, но они есть везде. Поэтому как ни странно, это очевидная команда в битве блогеров 2021 года. Ничего странного в ней нет. На самом деле медийная аудитория в World of Nations стала очень большой, огромной. И всем этим блогерам для того, чтобы хоть как-то выделяться и развиваться, порою приходится делать что-то ненормальное, чтобы быть у всех на слуху. Нужно удивлять и творить дичь иногда. Поэтому понять кто из них настоящий, какой он в жизни там или какой он человек не всегда возможно. Кто-то играет, кто-то не играет, непонятно. Но так или иначе это все большое, огромное шоу для развлечения публики. И все эти шоумены зарабатывают на этом бабло. А разработчикам картошки это тоже на руку. Поскольку движуха огромно создается вокруг игры, то это бесплатная реклама для World of Tanks. Все в выгоде, все в плюсе. Надеюсь я вам объяснил и вы поняли почему Корбин и Эмвей в одной команде, как это так произошло и что такое битва блогеров в World of Tanks. Теперь я отвечу вам свою позицию. За кого я, что для меня такое битва блогеров, в общем за кого я буду топить. Все очень просто. Я в World of Tanks играю как в игру. Для меня World of Tanks это в первую очередь сама игра, ее содержание. Но беда в том, что картошка в последнее время больше развивает шоу вокруг игры, чем саму игру. Поэтому моя страсть к игре поутихла в последнее время. Я в нее захожу просто для того, чтобы пообщаться со своей аудиторией, держать дальше планку правдоруба, рассказывать так, как есть на самом деле. Ну и заниматься тем, что я люблю. Это общение на стримах и видосики. Никого из блогеров по World of Tanks я не смотрю. Мне никто из них не интересен. Я ни за кого не болею и в битве блогеров ни за кого вписываться не собираюсь. Мне эта история с битвой блогеров не интересна вообще. Поскольку битва блогеров это в первую очередь шоу для людей, которым это зачем-то нужно. Это работа для шоуменов, которые там выступают в виде блогеров. Ну и заработок для тех, кто это все организовал. Для меня это не шоу. Мне это не интересно. Поэтому и участвовать в этом я не буду. Ни за кем следить я не собираюсь. У меня нет желания тратить свое время на то, что мне не нравится. Я делаю только то, что мне нравится. Если я хочу получить шоу, я смотрю другие тематики видосов, стримов, смотрю абсолютно другие турниры, которые мне интересны. Битва блогеров меня не интересует. Для меня это не шоу, а бестолковая трата времени. Тем более, что это шоу никак не развивает саму игру. Сам геймплей в игре, он стоит на одном месте. Картоха развивает чисто медийку вокруг игры и шоу. А на игру забила болт. Мне же до сих пор интересно иногда поиграть в картошку, поугарать с танкиста в рандоме, пообщаться со своими зрителями на канале, поделать для них интересные видео, чтобы они были в курсе и знали, как на самом деле. Поскольку должны быть каналы, которые рубят правду, а не мелят какую-то чепуху. Конечно, не все любят правду, она не всегда приятная, но как есть. С вами был Арчик, играйте красиво. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok